Как же заебало все! Да, да, конечно! Паскуда! У этого туристу ебан! Ты как только так воюет? Так только дебилы воюют! Мы тарков от вас вычистим, мрази! Приветствую всех на канале The Game Reviews! Сегодня быстрые новости касательно приближения большого обновления! Всем донатерам повторю, для вас готовится отдельный выпуск вопросов и ответов! Там ролик минут на 20 уже получается, если ничего не сокращу, конечно! Поэтому не переживайте, никого не забуду! Итак, 10 октября в игре начались предвайповые ивенты. Первый ивент заключается в том, что на локации добавлены рейдеры, то есть это персонажи дикие из локации лаборатория. Так что если вам кажется, что вас где-то в лесу преследует ЧВК какой-нибудь вооруженный и экипированный до зубов, который издалека выглядит как ЧВК, то вам может показалось. Это запросто может оказаться рейдер, которых выпустили из лаборатории на волю. Следующий ивент будет связан с экономикой. Скупщик будет продавать некоторые базовые предметы, а остальные не будут продавать ничего. И вот я тут не понял, совсем ничего не будут продавать или ничего из базового. Третий ивент будет связан с защищенным контейнером. Мы ничего не сможем класть в него во время рейда. И это по сути ничего страшного в контексте приближающегося вайпа. Нет смысла пылесосить локации и выносить оттуда что-то ценное, если скоро все равно все удалится с аккаунтов. Как бы, че, зачем собирать-то? Разумеется, такая штука будет только в рамках этого ивента. Несмотря на то, что шли разговоры о том, что надо отменять контейнеры или что-то типа того, что из них может быть что-то забрать и тому подобный бред. Многие игроки дорогие комплекты игры купили только из-за наличия большого защищенного контейнера в этом пакете. И было бы крайне неправильно теперь всех обломать с контейнерами навсегда. Так что те, кто считают, что контейнеры надо сделать не такими имбовыми, как сейчас, шли бы вы лесом, а? Ну и четвертый заключается в том, что рейдеры так и останутся на локациях до обновления. Все остальное будет возвращено на круги своя. А у торговцев добавится четвертый уровень лояльности, который при этом будет доступен всем игрокам. И количество товара будет не ограничено, а цены снижены. Это будет сделано для того, чтобы перед полным сбросом всех аккаунтов все смогли насладиться игрой с экипировкой и вооружением, не жалея никаких игровых денег на это. В общем, конечно, я не уверен, что обновление будет в ближайшие пару дней. А это значит, что обозначенность 27 сентября срок в две недели уже не выдерживается. Но тем не менее, обычно все подобные ивенты длятся не более одной недели. То есть, скорее всего, числу к 20-му все-таки это многострадальное обновление нам выкатят. Лишь бы не 24 октября, блин, потому что 24-го снова показывает Терминатор 2 в кино. И я это пропустить не могу никак. Хоть мне и придется ехать почти за 300 километров в город, где его будут показывать, потому что в моем его показывать не будут. Да, я настолько отбитый. И в 2017 году я тоже туда ездил. Ну и надеюсь, не 14 октября, потому что 14-го показывает Матрицу в кино. Я это тоже не могу никак пропустить. Сжальтесь, пожалуйста, разработчики, выберите, пожалуйста, любой другой день обновления, кроме 14-го или 24-го. Также показали список выходов из будущей локации резерв. Это та, на которой будет расположена военная база. Ну, про бронепоезд уже несколько раз я рассказывал, там повторяться нет смысла. А вот что за спуск со скалы, это уже любопытно. Будет ли это просто подошел к краю скалы и типа вышел, или будет некая анимация спуска, непонятно. Гермозатвор бункера – это, очевидно, некая металлическая герметичная дверь где-то в военном бункере военной базы. Я думаю, скорее всего, данным выходом будет именно вот эта дверь. На этом у меня все. Пошел дальше делать ролик с ответами на вопросы. Сейчас, как обычно, лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока. Да ты спрятался, вылезай! По-русски, блядь, по-русски говори! Хех, стрёмное местечко. Мало вам говну, которое вы завалили! Да, да, конечно, конечно! Паскуда! У этого турей, вот, ебан! Так кто так воюет? Так только дебилы воюют! Субтитры сделал DimaTorzok